Это программа неделя в студии Марии Давыдова. Здравствуйте, вот о чем сегодня будем говорить. Поплыли и чуть не улетели. Погода продолжает испытывать калужан на прочность. Расскажем, какие населенные пункты пострадали от паводка, а также печальные последствия шквалистого ветра. Проснулись и готовы к атаке. Уже зарегистрированы в Калуге случаи единичные, в Обнинске, в Малоярославецком районе. Клещи вышли на охоту, как не подцепить ни званого гостя, и есть ли в Калужском регионе случаи боррелиоза. Собирают грузы, пишут письма, плетут сети. Чтобы наши ребятки закрыты были. Калужская область помогает фронту, чем может наш специальный репортаж о масштабной волонтерской работе. Не паникуем и не вступаем в переписку. Когда человек сталкивается с чем-то незнакомым и опасным, он, безусловно, начинает себя по-другому вести. Он становится более замкнутым. Как быть, если вашему ребенку пришло сообщение с призывом совершить теракт рекомендации профессиональных педагогов? Самые музыкальные и веселые, ведь день рождения 1 апреля. Радионик ФМ – это такой особенный флюид, который мы раздаем на всю Калужскую область. Наши коллеги-радищики принимают поздравления. 19 лет в эфире. Свой нрав на этой неделе решила показать сама природа. Чего только мы не испытали. Летние знои, резкое похолодание, массовые потопления, шквалистый ветер – настоящее буйство стихии. По данным МЧС, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Самый мощный удар приняла на себя Москва. В столице объявили штормовое предупреждение. Были закрыты городские парки, летние веранды, зоопарк. Из-за сильного ветра обрушились потолки двух школ, падали деревья и даже светофор есть погибшие. В Калужском регионе обошлось без жертв, но нервы шквалистый ветер нам все же потрепал. Вот такие результаты были у разгула стихии. В Калуге в парке Малиновка дерево оборвало провода. На театральной улице упала на припаркованную машину. В Боровске возле заправки на проезжую часть приземлилась ель. А на улице Маяковского в Калуге на тротуар прилег еще и остановочный павильон. Не повезло и автомобилю, припаркованному на улице Маршала Жукова. На него тоже свалилось дерево. Сразу несколько машин пострадали на территории Калужской областной клинической больницы. На них рухнул мощный ствол. Сильнее всех оказалась повреждена иномарка, которая стояла под знаком «Остановка запрещена». Чудом удалось избежать трагедии. Неприятный сюрприз ожидал житель деревни Кожихова Дзержинского района. Дерево перегородило дорогу. Местные не могли выехать из дома. А этот кадр сняли наши подписчики возле магазина на перекрестке улиц Суворова и Московской. Под натиском ветра не выдержала крыша. Проблемы с передвижением вызвал и разлив рек. На этой неделе подтопления достигли своего максимума. Сотрудники МЧС ежедневно мониторят уровень подъема воды и помогают населению. Вот кадры из Бобынинского района. Подтопленные дачные участки и дороги, отрезанные от внешнего мира населенные пункты. Это лишь часть убытков, нанесенных паводком. Из-за сильных осадков зимой реки в этом году разлились гораздо агрессивнее, чем в прошлые сезоны. Затопило дорогу и в селе Воротынск. Бесстрашные водители вовсю преодолевают водные препятствия. Высокие машины проезжали спокойно, а вот те, что пониже, уже испытывали трудности. По словам местных жителей, дорогу и раньше подтапливало. Но такой масштаб впервые. Это редко на самом деле происходит. Мы не ожидали, что так растечется в этом году. Буквально вчера я проезжала, была лужа, а сегодня вот так вот. В Дзержинском районе дорога тоже ушла под воду. Въезд в поселок Полотняный завод заблокирован разлившийся рекой Суходрев. К счастью, паводок идет на спад. В селе Груздово еще в середине недели, чтобы перебраться через мост, понадобилась бы лодка. Ну а самым популярным видеосвидетельством речного разлива стали вот эти кадры. Автобус Калуга-Воротынск невозмутимо проезжает по затопленному участку моста через Угру в районе деревни Плетеневка. Пассажиры и водитель отнеслись к ситуации с юмором. Так что павод паводком, а рейсы по расписанию. Все, приехали, дальше в ладь. А в Козельском районе смыло дорогу. Всему виной водопропускные трубы, которые не справились с напором паводковых вод. Участок дороги между населенными пунктами Шепелева и Средний разрушен. Сейчас движение там закрыто. Общественный транспорт и школьный автобус ходят в обход. Восстановление участка займет время. Как рассказали в Минтрансе, к ремонту смогут приступить только после того, как спадет уровень воды. Людей предупреждают об изменении схемы движения и просят заранее просчитывать время пути. А также призывают быть внимательными и осторожными. Особая бдительность помогла спасти собаку. Животное чуть не погибло из-за разлива рек. В селе Дворцы пёс около пяти суток был заблокирован на маленьком островке суши. Вокруг была вода. Собаку заметила местная жительница по имени Мария. Девушка забила тревогу и вызвала спасателей. Они доставали пса в темноте и при сильном ветре. Однако всё закончилось благополучно. Животное спасено. Дома в калужской деревне Шопино. И дело здесь не только в Паводке. Подъезды, дворы и подвалы на улице Молодёжной мокнут из-за забитой канализации. Жильцам домов номер 5, 7 и 9, чтобы попасть в квартиру, нужно преодолеть целый бассейн, глубина которого местами выше колена. Повлиять на ситуацию люди не могут уже 4 года. В отчаянии они обратились в нашу редакцию. На съёмку в «Резиновых собаках» отправилась Ксения Пархоменко. Вот это наш подъезд. Вид с первого этажа. Вся дорога. От бордюра до бордюра. Сверх бордюра вода. В подъезде вода. По вторую ступеньку, ведущую наверх. Вот это наш дом. И так уже 4 года. Ливневая канализация не работает. Поэтому жители деревни Шопино вынуждены жить в воде. По словам местных, в деревне построили частные дома и повредили дренажную систему. Нужно строить новую. Но пока делать это никто не торопится. Люди в отчаянии. Бардак. Полный бардак. Вот что. Никакой справедливости нигде ничего мы не дадёшься. Что мы думаем? Да и всё. Вот что мы думаем. Четыре года. Бьёмся, бьёмся. А мы ж не молодые. Выйти из дома здесь настоящее испытание. Чтобы дети попали в школу, их переносят на руках. Скорая помощь к дому не подъезжает. Поэтому в случае чего больного тоже придётся нести самостоятельно. Воду откачивали МЧС, Ремдорстрой и Горуправо. Но эффект от их работы временный. Фотографируют, ходят. Вот они до четырёх работали. Здесь воды немножко было. К дому подойти можно было. Их в подвале полностью всё в воде. Там тоже в воде. Сфотографировали, что вода ушла. Ну, скачали её. Ну, вы через два часа бы не приехали сюда, не посмотрели, что здесь делается. В 11 часов вечера здесь вода вся опять на месте. То есть, когда нужно детей там, или люди приезжают с работы, всё уже. Чтобы дворы не затапливало по новой, нужно откачать воду из подвалов. А это уже задача управляющей компании. Мы качаем воду. Но из тех домов, в которых вокруг домов хотя бы канализационные люки свободные. Потому что, вы видите, в этой ситуации страдает не только паводковый воду, заливает не только подвалы домов. Они же заливают и коммуникации. То есть, подход к коммуникациям закрыт. Мы даже не можем посмотреть, в каком состоянии коммуникации находятся сейчас. Ну, та же канализация. Это беда, на самом деле, беда. Поэтому мы помогаем, но мы помогаем в разумных пределах. То есть, мы качаем там, где это возможно. Разорвать этот порочный круг поможет только ремонт канализации, говорят в управляющей компании. В городской управе от комментариев отказались. А на момент съемки в Шопино вообще никто не работал уже два дня. Ксения Пархоменко, Алексей Джумаев, телекомпания НИКО-ТВ. Но городских сетей в Шопино нет. Так прокомментировал ситуацию городской голова. Это значит, что за бассейн у дома несет ответственность управляющая компания. Дмитрий Денисов разбирался во всем на месте. Наша, конечно, задача людям помочь. Нужно выработать техническое решение. И убирать эту воду техническим способом. Но ближайшая точка сброса. Понятно, что не от хорошей жизни. Это ремневая канализация автомобильной дороги. Калуга-Шопино. Поэтому будем сейчас за счет бюджетных денег уже пытаться решить проблему. Даже несмотря на то, что ответственности города здесь нет, воду откачают. Но это решение временное. Старая дренажная система забита. А восстанавливать ее нецелесообразно. Поэтому городоначальник поручил разработать новое техническое решение. Найти верный алгоритм действий совместно с управляющей компанией. Вот такие водные катаклизмы мы пережили за эту неделю. Свою лепту в увеличении уровня воды внесло резкое потепление. Кстати, 1 апреля в Калуге был побит очередной температурный рекорд. Об этом рассказала заслуженная метеоролог России Татьяна Инкина. После полудня термометры показали 19,9 градуса. Предыдущий рекорд 17,4 градуса фиксировался в 1983 году. А во вторник, 2 апреля, был повержен абсолютный максимум 1951. Днем Калужская метеостанция зафиксировала плюс 24. Жаль, что такая погода задержалась ненадолго. Уже в конце недели резко похолодало. Теплая погода разбудила клещей в калужских лесах. С приходом плюсовых температур они активизируются и начинают нападать на людей и домашних животных. По статистике, около 20% членистоногих, пойманных специалистами в наших лесах, заражены баррельями. Укус вызывает серьезное заболевание, болезнь лайма. В регионе уже зафиксированы первые пострадавшие от клещей. Подробности мы узнали у главного специалиста эпидемиологического надзора Ольги Королевой. Ольга Александровна, в регионе активизировались клещи. Давайте с вами обрисуем примерную обстановку, какая сейчас в области. Уже зарегистрированы первые случаи обращения людей с укусами клещей в медицинские организации города Калуги и области. Уже зарегистрированы в Калуге случаи единичные, в Обнинске, в Малоярославецком районе, в Кировском районе. Но пока только единичные случаи. Возрастает число людей, выезжающих на природу, на загородные свои участки, дачные участки. И, конечно, нужно соблюдать меры предосторожности. Это в первую очередь не допускать присасывания клеща. Вот это самое главное. В принципе, допустим, это использование репеллентов, определенная форма одежды. Потом также можно проводить самоосмотры регулярные. Это очень важно. В принципе, можно заметить, так как клещи сидят и ждут свою жертву на травинках, на кончиках веток. И, в принципе, они прикрепляются к ногам и ползут вверх потом. Также не следует забывать, что будут проводиться коррицидные обработки города Калуги, области. Уже запланированы такие обработки на площади 226,5 гектара. То есть идет речь о тех самых обработках от клещей, когда закрываются скверы и парки? Конечно, в первую очередь это зоны повышенного риска контакта человека с клещами. Конечно, в первую очередь это детские учреждения, летние оздоровительные лагеря. Также это летние школьные, дошкольные учреждения. Ну, конечно, скверы, парки. Вот эти места будут обработаны. А по опыту прошлых лет у нас регистрируется боррелиоз, энцефалит? Что касается клещевого энцефалита, территория Калужской области не является эндемичной. Боррелиоз или болезнь лайма, да, опасное заболевание, которое у нас регистрируется ежегодно. И клещи исследуются у нас в Центре эпидемиологии и гигиены Калужской области. То есть проводятся исследования, клещи выявляются с боррелиозом. То есть стоит обязательно человеку, если всё-таки допустил присасывание клеща, лучше его сдать на исследование и потом посмотреть по результату. Если результат положительный, необходимо, конечно, сразу обратиться в медицинскую организацию для проведения курса лечения. Клеща нужно извлечь как можно быстрее, чтобы как можно меньше он контактировал с кровеносной системой человека. В идеале, конечно, обратиться в медицинскую организацию для извлечения. Ну, например, у нас в Калуге это травматологические пункты. Можно, соответственно, детям, взрослым. Вот. Но если нет возможности, конечно, можно и самим извлечь. Есть и приспособления. Есть даже в аптеках продаются специальные такие приспособления, чтобы не допустить разрыва между головой и телом самого клеща, чтобы не оставить. То есть из природы клещи исследуются. Порядка 20% боролиоз регистрируется. Тогда давайте еще раз напомним правило, чтобы именно избежать вот этой встречи с клещом. Как правильно одеться? Одежда, чтобы все было заправлено. Участки, конечно, кожи желательно все закрыть, заправить и регулярно осматривать. Особенно нижнюю часть тела, осмотр. На улицах Калуги вовсю делают ямочный ремонт. Завершить основные работы губернатор поручил уже к майским праздникам. Асфальтовый завод запустили раньше, чем планировалось. Здесь выбоины заделывают асфальтобетоном. На дорогах всего региона обработано ям общей площадью более 4000 квадратных метров. В ближайшее время приступят к нацпроекту безопасные и качественные дороги. Также подрядчик приступил к замене мостовых ограждений на дамбе Ячинского водохранилища. Ставят композитные конструкции, они долговечнее и дольше сохраняют эстетический вид. Заботится и о чистоте улиц. Городской глава Дмитрий Денисов опубликовал в своих соцсетях кадры ночной уборки города. Он отметил, что проезжую часть, пешеходные дорожки и тротуары приводят в порядок круглосуточно. От мусора, песка и грязи, накупленных за зиму, избавили уже 60 улиц. И работы продолжаются. Продолжает борьбу за свой участок жительница села Кудиного Ольга Морозова обратилась к нам на телекомпанию за помощью. Дело в том, что по словам женщины, ее земельный участок был продан на аукционе без ее согласия. Новый владелец уже выращивает там туи, а Ольга продолжает платить за землю налоги. Детали запутанной истории в сюжете Алиса Куличенко. Туи – украшение любого ландшафта. На участке Ольги Морозовой их теперь десятки. Только женщина их не сажала, а смотрит на деревья через сетку рабицу. Дело в том, что уже девятый год она бьется за свою землю, которая в 95-м году была выдана отцу Ольге. А в 2017-м удивительным образом, без ее согласия, продана питомнику. Я обращалась в администрацию и говорила, что у нас тут земля, что я получила свидетельство, что мы платим налоги, но, к сожалению, землю в 2017-м году все равно, несмотря на это, продали. И сейчас вот на этой территории попасть я не могу. С кадастром-инженером мы приезжали, сделали межевой план для постановки на учет. Но поставить мы не можем на учет. Проблема в том, что участок продан, и получилось наложение границ. Со своей проблемой Ольга обращалась во все инстанции. Два суда были проиграны. Доказательство того, что участок находится именно в пределах территории питомника, не было предоставлено. При этом свидетельство о праве собственности есть, кадастровый паспорт и номер тоже. Только вопрос остается открытым. Где теперь искать участок, который, по словам Ольги Морозовой, всегда находился именно в этом квартале. И даже в адресе есть указатель старой свинофермы, которая размещалась здесь еще до выдачи земель. Только теперь это не является весомым аргументом. Сведения о земельном участке были внесены в Государственный реестр недвижимости в 2015 году на основании заявления о внесении сведения о ранее учтенном и правоустанавливающего документа. Из данного правоустанавливающего документа были внесены сведения на основные характеристики этого земельного участка, которые в этом документе и содержались. То есть вид использования участка, площадь, адрес, сведения о правообладателе. Сведения о местоположении границ земельного участка отсутствовали. То есть в правосновательном документе они не прописываются, и в основном они уже вносятся на основании другого документа. Правообладателю или заинтересованному лицу нужно обратиться к кадастрому жениру, заключить договор подряда и составить межевой план. Потом межевой план предоставляется в орган кадастрового учета регистрации прав с заявлением установленной формы. И уже устанавливаются границы, если всё нормально, и он тогда будет светиться на публичной кадастровой карте. Межевой план был подготовлен ещё в 2021 году. Однако пересечение участка Ольги и территории предприятия препятствует установлению точных границ. Да и попасть на свою землю с кадастровым инженером не предоставляется возможным. Питомник огорожен забором, а руководство предприятия не идёт навстречу. Ведь с их стороны, по словам директора, всё сделано законно. А вопросы Ольга должна решать с администрацией. Пыталась она снова возобновить дело недавно. По вновь открывшимся обстоятельствам суд снова отказал в возобновлении. И в принципе там нет никакой перспективы, насколько я понимаю. Всё было сделано законным путём со стороны государства. Мы же покупали просто у государства на торгах, скажем так, большой кусок земли, где, я так понимаю, вот этот какой-то, вот этот выделенный или невыделенный находился в зоне этих земель. Вот и всё. То есть я вообще эту землю не выделял, начнём с этого. И у неё её не покупал. Я покупал землю у государства. Поэтому, как представитель государства, это областная администрация, местная. Я даже не знаю, кто там у нас проходил третьим ответчиком по суду. Можно поднять документы, посмотреть. Но отношения были у неё с ними. У меня с ней не было никаких отношений, как у директора предприятия. В местной администрации говорят, договор купли-продажи заключался именно с районом. Когда наша съёмочная группа приехала выяснить все детали истории, несмотря на договорённости, сельские власти уехали в областной центр. Однако по телефону всё же дали свой комментарий. Администрация сельского опасения села Куденова никакого отношения к данной сделке не имеет. Земли, сельхозпредприятия, племжеводы имени Цветковы, сделку проводило именно это предприятие. Продавали эти земли через район, через аукцион и всё остальное. Администрация Куденова к этому вообще не причастна. Вся сделка проводилась без присутствия и без уведомления администрации. Поэтому администрации в этом отношении мы ничего не можем даже сказать, потому что мы не были причастны к данному случаю. В таком случае мы обратились в администрацию района. Глава муниципалитета пообещал разобраться и не бросить Ольгу Морозову в беде. Мы считаем, что с нашей стороны, с администрации не было никаких нарушений, потому что обременений на земельный участок не было. Все эти документы, которые есть в администрации, показывают, что где-то есть у неё участок. И мы готовы администрации предоставить где-то в рамках законодательства земельный участок в районе Кудинова. Ольга же планирует довести дело до конца и уже в ближайшее время обратиться в прокуратуру. Женщина готова даже продать участок владельцам питомника. Ведь на его территории уже разбит огромный сад и растут красавицы Туи. Алиса Куличенко, Алексей Джумаев, Илья Алиханов, телекомпания НИКТВ, Малый Ярославецкий район. Далее поговорим о тех, чьё призвание – помогать. Волонтёрская работа ведётся в каждом районе области. Многое делается и для бойцов СВО. Поддержать наших солдат хотят как предприниматели, так и простые жители. От каждого по силам. Кто-то может плести сети, кто-то делает свечи, вяжет носки, покупают вещи и продукты. Ну а дети пишут письма с благодарностью и добрыми пожеланиями. Всё это волонтёры везут на передовую. Как регион помогает фронту? Специальный репортаж Ольги Золотиной. Тут наши ребятки закрыты были. С любовью от всего сердца женщины плетут маскировочные сети бойцам. Материал поставляет швейная фабрика. К лоскутам из ткани добавляют порезанные на куски капроновые колготки. Ловкость рук и выходит аккуратно. Петелечка. Сюда её протягиваешь, вот так тянешь и всё готово. Кроме маскировочных сетей бойцам нужно много чего. Координируют все действия и доставляют вещи на фронт волонтёры Сухинического штаба «Мы вместе». Они работают без посредников, выезжают на передовую, общаются с участниками СВО. Привозят то, что просят. Больше всего актуальные тёплые вещи, сладости, лекарства, техника. Сейчас волонтёры Калужской области очень сильно объединились и мы сотрудничаем. Каждая поездка у нас выходит такая очень межрегиональная. И вот в основном, то есть ребята мы возим на передовую. Что-то дорогое и технически тяжёлое, конечно, нам помогает губернатор. Без него мы не справимся. Это коптеры, это рэбы, это большое количество каких-то там вещей. И остальное по спискам, как бы, отрабатываем районами, возим и одежду, генераторы, строительные материалы, строительный инструмент, какие-то индивидуальные заказы. Стабильный раз в две недели с матпомощью отправляется минимум две газели. В Сухиническом районе нет равнодушных, считают волонтёры. В стороне не остаётся и бизнес. Предприятия помогают финансово, предоставляют помещение, ремонтируют машины, делятся инструментами. Я прошла дозирование, завтра ещё пройдём. Сюда. Мне просто хотелось поглядеть. Чё? Это наш. За неспешным разговором сети плетут в Людиновском молодёжном волонтёрском центре. Здесь каждый день расписан, участвуют местные школы и пенсионеры. Помещение бесплатно предоставил ТЦ. Общими усилиями здесь сплели 135 сетей, сделали около тысячи окопных свечей. Всё это потом добровольцы отвезут на фронт вместе с вещами, продуктами и средствами гигиены. За одну поездку обычно доставляют около тонны гуманитарной помощи. Важно для бойцов и просто общение. После первой нашей поездки на территорию Донецкой Луганской Народной Республики, просто видишь наших ребят, которые встречаются с ними, и у них глаза просто светятся о счастье. Они просто рады видеть своих земляков, ребят, которые им помогают. И помощь наша на самом деле, ну словами это не описать, она очень бесценна для них. Гуманитарную помощь собирают и в храме Казанской иконы Божьей Матери. Волонтёры, большая часть которых прихожане, связали уже 500 безрукавок и 2000 пар носков. Ну кармачки и иконочки выкладываете? Да, да, мы вкладываем иконочку, карманчик с буквами Казанской Народной Республики. Длинные носочки вяжем, тоже все по стандартам. Многие служители церкви стараются помогать СВО. Калужский священник Илья Потёмкин уже четыре раза ездил на фронт, потому что людям нужна не только материальная помощь, но и духовная поддержка. Когда им говоришь о Боге, о молитве, учишь их многих молиться, многие в большинстве своем первый раз вообще исповедуются. И не раз я такое видел, для меня это настолько было утешительно, когда боец первый раз исповедовался и молился, и он искренне говорил, как ему хорошо стало. Он сам удивлялся, как его душа, какая-то радость пришла в сердце вдруг. Священник помогает также волонтёрам правобережья. Те ежедневно собираются на базе спортшколы «Космос». Плетут москсети, шьют одежду, футболки, бельё, термобельё, балаклавы, толстовки, дождевики. Также собирают деньги и вещи. Бойцы охотно дают обратную связь. С бойцами есть прямая связь. В основном она происходит после 12 ночи, потому что и они могут выйти на связь. И мы с ними списываемся, уточняем, какие моменты. По запчастям. То есть мы уже разбираемся во всех моментах. И в стройматериалах, и в запчастях. Помощь фронту по мере сил оказывают во всех районах. Люди готовы помогать. Кто чем может. Приобщают и детей. В школах ученики пишут послания бойцам. И это тоже дорогого стоит. Ольга Золотина, Алексей Григорьев, телекомпания НИКТВ. Особенно приятно, что в волонтерскую деятельность включается и подрастающее поколение. Яркий тому примеры юные калужане Елизавета Азарова и Роман Чертков. Они прошли отбор в конкурсе «Послы Победы Москва». Финал проходит только самые активные добровольцы страны. Нужно представить свои награды, рассказы о семейных героях Великой Отечественной и видеоролики о личном вкладе в сохранение исторической памяти. Победителям представляется возможность поучаствовать в проведении парада на Красной площади. С молодыми и перспективными познакомилась моя коллега Ксения Пархоменко. Роман Чертков и Елизавета Азарова участвуют в движении «Волонтеры Победы» с 2022 года. Сейчас они уже занимают руководящие должности. Роман – заместитель руководителя регионального исполнительного комитета движения, а также координатор местных отделений. Он организовал уже более 400 мероприятий. Это акции, квесты, интеллектуальные игры, шествия и многое другое. Работа очень интересная. В Калуге она насыщенная. Множество акций, мероприятий. Просто уникальная возможность. Когда ты приходишь, сразу понимаешь, что за весь период своего нахождения я очень многому научился. Как работу с людьми, взаимодействие, коммуникабельность, разные решения сложных ситуаций. Большой опыт дает. Елизавета Азарова – региональный координатор всероссийского проекта «Связь поколений» по Калужской области. Отвечает за одно из важнейших направлений работы «Волонтеров Победы» – заботе о ветеранах. Также девушка руководит волонтерским сектором, состоящим из 250 человек. Мои задачи ходят дать задачу куратору. Например, если дают мероприятие сектору, то назначить ответственного куратора, разъяснить ему задачи, что именно надо ему сделать, как сделать, в какие сроки. И контролировать работу кураторов, чтобы они проводили собеседование новым участникам, чтобы они скинули вовремя фотоотчет, выдали форму. И вот все в этом роде. Мне очень сильно нравится моя работа, потому что она мне помогает учиться чему-то новому. Любовь к работе и усердный труд привели к мечте. Молодые люди стали послами Победы. Елизавета и Роман отправятся в Москву и помогут в проведении парада в честь Дня Победы. Перед этим они прошли серьезный отбор. К заявке на конкурс волонтеры прикрепляли отчет о своей деятельности, награды, рассказ о семейных героях Великой Отечественной войны и видеоролик о личном вкладе в сохранение памяти. Здесь очень показательно то, что ребята прикладывали не просто сухие заявки, а действительно заявки, в которые была показана вся их вовлеченность, весь их интерес к этой деятельности и осмысление того, для чего им попасть на этот слет. То, что это не просто приехать и, грубо говоря, потусить. Это действительно история для того, чтобы заниматься саморазвитием, для того, чтобы потом работать в регионе. Вместе с экспертами и организаторами послы Победы пройдут тренинги, инструктаж и репетицию на месте проведения парада. Кроме того, волонтеры смогут встретиться и пообщаться с профессиональными историками и ветеранами Великой Отечественной войны. Ксения Пархоменко, Виктор Штепин, телекомпания НИКТВ. Впереди еще много интересного. И вот о чем расскажем во второй части программы. Не паникуем и не вступаем в переписку. Когда человек сталкивается с чем-то незнакомым и опасным, он, безусловно, начинает себя по-другому вести. Он становится более замкнутым. Как быть, если вашему ребенку пришло сообщение с призывом совершить теракт рекомендации профессиональных педагогов? Прочувствовали на себе. Хотя бы иметь представление, что это, в каком ключе, в каком формате представлено. Родители школьников попытались сдать ЕГЭ, трудно ли было и какой предмет выбрали. Самые музыкальные и веселые, ведь день рождения 1 апреля. Радионик ФМ – это такой особенный флюид, который мы раздаем на всю Калужскую область. Наши коллеги-радийщики принимают поздравления. 19 лет в эфире. Вторую часть программы начнем с резонансного случая. Житель Калужской области, который собирался сжечь релейный шкаф, рассказал, от кого получил задание. Оказывается, мужчина искал подработку в интернете. В телеграме списался с будущим заказчиком, представителем запрещенной в России террористической организации. Тот поручил устроить поджог на железнодорожных путях. Он мне предлагал работу. Я согласился. Он мне для этого работы предлагал 15 тысяч рублей. Я согласился на такую работу. Просто он сказал, сжать надо эту ящь. И за этого деньги он оплатил. Он мне оплатил 50% деньги. Я не успел засаживать эту ящь. Диверсанта задержали сотрудники ФСБ. Он остается под стражей. Заведено уголовное дело. Преступной деятельностью занимаются и те, кто распространяет в мессенджерах призывы участвовать в теракте. После трагичных событий в Крокус-Сити-Холле россиянам стали поступать сообщения с сомнительными предложениями. Провокаторы давили на собеседника и угрожали расправой в случае отказа. Подобные сообщения часто приходили и школьникам. В таких случаях дети обычно пугаются и не знают, что делать. В связи с этим Министерство просвещения опубликовало рекомендации. Они подробно рассказывают, как не стать жертвой злоумышленников. Актуальна ли эта проблема для нашего региона и как могут повлиять на нее родители и педагоги. Смотрите в интервью с ведущим специалистом областного Минобра Михаилом Морозовым. Михаил, Министерство просвещения выпустило специальные рекомендации для родителей. Они касаются тех случаев, когда детям поступают вот такие тревожные сообщения и когда преступники хотят вовлечь их в какие-то теракты, какие-то противоправную любую деятельность. Расскажите, насколько это актуально для Калужской области? Сообщения, звонки через интернет-мессенджеры с различными деструктивными просьбами или с мошенническим контентом, они представляют опасность для всех регионов, для жителей всех регионов. Ну, вы знаете, эти скриншоты не разошлись по всей стране и сейчас, в общем, большая часть населения об этой опасности проинформирована. В связи с этим Министерство просвещения опубликовало две памятки. Это алгоритм действий, которым нужно следовать, когда вам пишет незнакомый человек с незнакомого номера с подобными предложениями. Механизм противодействия вот этим сообщениям – это эмоциональное спокойствие. Это, кажется, звучит очень просто, но на самом деле сохранять эмоциональное спокойствие, когда тебе кто-то звонит и говорит, что вы должны перевести сумму денег, или когда тебе кто-то пишет и говорит, что нужно совершить теракт за деньги, а адрес твой известен и так далее, это очень непросто. Поэтому, конечно, нужно прежде всего, во-первых, знать о том, что такая схема мошенничества, схема преступлений существует, быть к ней готовым и сохранять эмоциональное спокойствие, не вступать в переписку, как сказано в этих рекомендациях, и блокировать этот контакт. Что делать дальше? Конечно, нужно сообщить, если это ребёнок, конечно, ему нужно сообщить об этом взрослым, классным руководителю, родителям, школе, и те дальше уже сообщат об этом в правоохранительные органы. Ещё очень важно, конечно, родителям находиться в постоянном контакте со школой и обмениваться информацией по этому поводу. А вот если, допустим, ребёнок, он может быть немножко закрытым, или подростковым возрастом, как родители и педагоги в том числе могут понять, что что-то происходит, здесь какая-то неприятная переписка для ребёнка. Вот есть какие-то рекомендации в этом отношении? По этой памятке такой алгоритм действий тоже указан. Конечно, он не может быть универсальный, все дети индивидуальны в плане проявления своих эмоциональных переживаний, но тем не менее, когда человеку пишет какой-то, когда человек сталкивается с чем-то незнакомым и опасным, он, безусловно, начинает себя по-другому вести. Он становится более замкнутым, более отвлечённым, потерянным, если угодно. И, конечно, родитель, он просто не может не заметить изменений в поведении. И, конечно, здесь нужно просто сесть, поговорить и узнать о том, что же произошло. И здесь мы подходим к тому, что доверительные отношения в семье, формирование доверительных отношений в семье, благоприятного климата в школе, это первая ступень к тому, чтобы противостоять подобным ситуациям. Когда есть человек, которому можно доверить вот такие вещи, с этим всегда справиться гораздо легче. Об этом и говорится в памятках в том числе. В школах как это организована работа по просвещению родителей, учеников? Есть памятки, как их интегрирует, получается, образовательный процесс? И на занятиях разговор о важном, и на традиционных классных часах эта работа интегрируется. И, конечно, классные руководители, не просто учителя, которые преподают основу безопасности жизнедеятельности, которые преподают гуманитарные предметы, они, безусловно, об этом говорят. И говорят не только про конкретные памятки, которые вышли из Министерства просвещения, но и в целом о том, что простейшей системе безопасности, которая позволяет избежать последствий при появлении таких звонков. Конечно, у нас продолжаются, естественно, родительские собрания, как минимум раз в четверть. И родителям там тоже об этой опасности говорят. Это очень важно. Я думаю, что в ближайшее, в оставшееся время учебного года Институт воспитания, Федеральный Институт воспитания запланирует всероссийский открытый урок по информационной безопасности. И если мы продолжаем эту линию просветительской работы, с 1 сентября 2024 года в школах появится новый предмет, с новой безопасностью и защитой Родины. И в его структуру входят не только основы военного дела, но и существенный блок тем, посвященный информационной безопасности. Вот, наверное, это такая магистральная линия выстраивания системы безопасности в школе. Родителям калужских школьников пришлось поволноваться и по другому, более приятному поводу. В рамках всероссийской акции они сдали ЕГЭ по истории. Все было как на реальном экзамене. Проверить свои знания в этом году решили порядка 700 родителей. Больше всего участников в Калуге посетили 23-ю школу. С чем столкнулись взрослые и как они сдавали экзамен, расскажет Алиса Куличенко. Снова сесть за парту и испытать мандраж. Такая возможность выпадает не каждому. Но если есть, то почему бы не попробовать? Дочь Олеси Колесниковой, ученица 10-го класса, предложила маме проверить свои знания и написать ЕГЭ. Та, долго не думая, согласилась. Тем более в школьные годы Олеся часто писала олимпиады по истории, а в 11-м классе сдавала ее на экзамене. И все же, несмотря на это, перед предстоящим ЕГЭ решила освежить знания. Просматривала ЕГЭ, который сейчас сдает выпускники, хотя бы иметь представление, что это, в каком ключе, в каком формате представлено. А не было мыслимо, что шпаргалку будет принести? Нет, я им не умела пользоваться ни в школе, ни тем более сейчас. Шпаргалками и телефоном, как и на настоящем ЕГЭ, пользоваться запрещено. А тех, кто решит нарушить правила, ждет удаление с экзамена. Вся процедура проведения ничем не отличается от той, которая предстоит выпускникам. От регистрации до рассадки в аудиториях и инструктажа по заполнению бланков. Единственное отличие – родителям предложен сокращенный вариант экзамена. Он рассчитан на 40 минут. Однако все вопросы аналогичны тем, которые могут попасться 11-классникам. Часть с развернутыми ответами – работа с историческими источниками, картами и изображениями. В данных вариантах, которые сейчас представлены собравшимся, здесь есть вопросы по Великой Отечественной войне, по событиям 17-го века, по началу 17-го века, так называемого смутного времени. Также, насколько помню, карты есть по 1812 году, по войне с Наполеоном. Ну, собственно, такие важные веки в истории страны, в истории государства. Для сдачи экзамена история выбрана не случайно. Помимо того, что это один из самых сложных предметов на ЕГЭ, акция направлена на популяризацию истории, которую некоторые пытаются переписать. Почему важная история? Ну, одна из причин – это современные реалии, когда нужно уделять внимание и общественному мнению, и нужно уделять внимание формированию правильной жизненной позиции у детей. Важно, чтобы и родители оказывали на это большое влияние. Поэтому одна из причин, которые Россоборнадзор определил для проведения данной акции историю – это не только ознакомление с предметом, но и тот важный момент, который необходимо показать для родителей в нашей жизни, в нашем общественном мнении каком-то. После того, как родители написали экзамен, они смогли обсудить спорные моменты и поделиться своими впечатлениями за круглым столом. А результаты своей работы они узнают немного позже. К новым знаниям стремятся и студенты индустриального техникума в Людинове. Они проектируют и собирают беспилотники. На базе учебного заведения действует кружок «Электроник», где начинающие конструкторы создают умные системы и устройства. Так, третикурсник Артем Скрябин сам собирает коптеры, пишет управляющие программы, проводит испытания дронов. В прошлом году парень занял первое место в конкурсе «Интеллектуально-творческий потенциал будущего», представив модель роботрактора. А в этом году он стал призером регионального чемпионата профессионалы по направлению «Реверсивный инжиниринг». Увлекаюсь я этим уже давно. У меня еще дедушка занимался пайкой, работал по этому направлению. Я, походу, пошел в него. Квадрокоптер я собрал в течение года. Еще есть что-то в нем можно доработать. Поднимается на высоту примерно 50 метров. Грузоподъемность 300 грамм. Теперь о тех, кто собирается на передовую. Из Калуги 10 контрактников отправились защищать родину. Все они заключили соглашение с Минобороны, прошли медицинскую комиссию. У каждого здесь остаются близкие и родные люди, которые пришли их проводить на фронт. В день отъезда с бойцами пообщалась и Ольга Воронец. Владимир Эхнер вырос в многодетной семье. Его старший брат погиб в зоне проведения специальной военной операции. И у парня не было сомнений, идти или нет. Когда принимал столь важное решение, думал не только отомстить за гибель брата, но и защитить семью. У Владимира нет страха. Ведь ранее он уже был на фронте, где получил серьезные ранения. Но это его не остановило. В принципе, там я буду всех защищать. Все, кто живет в России. Это не важно, там ехать именно кого-то защищать, там папу, маму. Тут все живые люди. Дети, старики, всех, просто всех. Всю Россию. А она у нас немаленькая. Все от нее хотят кусочек отщипнуть. Но не получается у них никогда. И в этот раз не получится. Такого же мнения придерживается и Денис Шалашков из Тарусы. У мужчины друзья сейчас на СВО, и он решил последовать их примеру. Ну, мне говорили, ну, зачем там, ну, тебе это надо. Я говорю, ну, а что делать-то на родине защищать надо. Все мужчины, заключившие контракт, получат хорошие выплаты. 100 тысяч губернаторские и 195 президентские. И, конечно, ежемесячную зарплату, которая индексируется. Сейчас она составляет 210 тысяч рублей. Но прежде чем отправиться на поле боя, нужно пройти обучение. Как минимум базовая подготовка, физическая подготовка. На полигонах стрельба из оружия, соответственно, закрепляются должности за военнослужащим. И он, согласно своей должности, проходит подготовку, обучается всему необходимому, что ему нужно знать. Инструктаж перед поездкой проведен. Время грузить вещи. 10 мужчин едут в Воронеж. Там их ждет обучение от 10 до 2 месяцев, а уже затем они отправятся защищать родину. Ольга Воронец, Илья Хромов, телекомпания НИКО-ТВ. Бои продолжают вести и на информационном фронте. Чего только не придумывают западные и украинские СМИ про нашу страну. Самые вопиющие вбросы изучил мой коллега Андрей Ткачев. Смотрите его рубрику «На самом деле». Россия сама устроила теракт в Крокусе. А еще наши войска обстреливают собственные регионы. Западные и украинские СМИ из кожи вон лезут, чтобы выставить Россию безжалостным агрессором. Того и гляди, порвутся. Но нам с вами истерика ни к чему, ведь с нами правда. В студии Андрей Ткачев. Здравствуйте. Взрывы. 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 И он же потом принимал участие в захвате террористов. Споры вокруг трагедии не утихают до сих пор, и этим активно пользуются противники, продолжая публиковать лживую информацию. Я уже говорил о нескольких фейках, связанных с крокусом в прошлой программе. И вот очередной вброс. Якобы сотрудник спецслужбы спокойно сидит и наблюдает за атакой, а потом уже в Брянской области выводит террориста из леса. Десятки псевдоэкспертов анализировали каждый кадр, чтобы в очередной раз обвинить Россию. Ведь по мнению украинской пропаганды мы сами себя обстреливаем, сами устраиваем теракты, морем себя голодом. Непонятно только зачем. Так или иначе, эта история оказалась фейком, а точку в ней поставил сам герой видео. И вся теория заговора развалилась. Правда, на этом фантазеры не остановились. Так появился еще один вброс, что на месте крокуса построит мечель. Инициативу якобы поддержал Рамзан Кадыров. Опровергать ложь пришлось министру Чечни по национальной политике Ахмеду Дудаеву. А я лишь напомню, ранее крокус предложили восстановить, но и это решение еще окончательно не принято. Главная задача таких фейков распылить внимание, чтобы уйти от сути и от настоящих преступников. Но выполнить нашему противнику ее не удастся. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализы сведений о финансовых операциях, получены доказательства их связи с украинскими националистами. И тут стоит сказать, всех виновных найдут. Но главное, чтобы такая трагедия не повторилась. Поэтому сейчас надо быть особенно внимательными, тем более к детям. Ведь в соцсетях подросткам активно рассылаются предложения о совершении теракта. В таких случаях надо незамедлительно обращаться в полицию. Также рекомендуется установить ребенку фильтр спама на телефоне. Ну, прилетит. Российские войска обстреливают Белгород. Об этом на фоне участившихся атак в очередной раз заявляют телеграм-каналы Незалежной. Конечно, этот бред скорее рассчитан на украинского и западного зрителя. Якобы смотрите, какая Россия злая. Давайте ее спасем. Но, конечно, это тоже полнейший абсурд. Особенно с учетом того, что помимо беспилотников, по Белгороду прилетают и чешские ракеты «Вампир», которых у России в принципе нет. Но когда реальные факты останавливали фантазеров. К уже обыденной российской агрессии они решили добавить новый штрих. Якобы жителей Белгорода в России ненавидят. Одновременно в России их тоже не любят, жители Белгорода, потому что они сейчас приезжают как беженцы. Их называют словом, я не знаю даже можно ли это в эфире, в общем, словом «украинцы», только на букву «Х», ну, такое русское ругательство, знаете. Это их называют так в России. Вот этих россиян так называют в России. Вот и как на такое реагировать? Жителям Белгорода сочувствует вся страна. В регион направляют гуманитарную помощь, а другие города с радостью принимают белгородцев. В том числе и Калуга регулярно размещает у себя школьников из Белгорода. И так поступают многие. На этом фоне, не побоюсь сказать, раскрывать свой рот с подобными фейками то же самое, что признаться в собственной неадекватности. А на сегодня я закончил. Для того, чтобы раскрыть всю ложь, не хватит эфирного времени. Поэтому, пожалуйста, не верьте всему, что говорят в интернете. Перепроверяйте информацию вместе с нами. До свидания. Наши бойцы нуждаются и в духовной поддержке. Священник из Обнинска недавно вернулся из зоны СВО. Отец Александр за ленточкой проводил для наших бойцов богослужения. А его семья тем временем собирала для них гуманитарную помощь. Что побудило священнослушителя отправиться на передовую, узнала Алиса Куличенко. Попасть в зону боевых действий, будучи священником, не так-то просто. Однако отец Александр – первый иерей из Обнинска, которому это удалось сделать. Священником он стал пять лет назад. Сначала отучился в Калужской духовной семинарии, куда поступил в 35 лет. Теперь служит в храме веры, надежды, любови и матери их Софии. Однако решил, что помочь он может не только прихожанам, но и нашим бойцам. Тем более был повод. Его родная тетя живет в Донецке. Когда все связи с ней оборвались, решил съездить и повидаться с родственницей. Присоединился к группе обнинских добровольцев из Союза казаков-воинов. Священники едут, контрактуются как военные в Министерстве обороны. И поэтому мне пришлось какие-то функции как военного выполнять. То есть пришлось быть связистом, поваром, замполитом. Ну и, конечно же, прежде всего, священником, человек, который окормляет солдат. Как священник Александр участвовал в церемонии посвящения в казаки, проводил богослужения, исповедовал и причащал. Тем временем дома Александра ждала его большая семья. Он отличный человек. Большой пример для всей нашей семьи. Большой герой. У него пятеро детей, двое внуков. Ему 54 года. И он, тем не менее, пошел добровольцем на СВО, чтобы быть примером для всей своей паствы. Мы собирали гуманитарную помощь. Ему платили солдатское жалование, как и всем остальным солдатам на СВО. Большая часть из этих денег осталась там, на передовой, потому что нужны были медикаменты. Его товарищи нуждались в этом. Оборудование, прочее. Теперь в свободное время священник и многодетный отец пишут стихи и песни. И даже является серебряным лауреатом национального конкурса «Золотое перо Руси-2020». Себя лишь с ней он видел вместе, в любви и в счастье и в мечте. Но злая боль его настигла. На веточке одной в бару к жуку цесарка вниз слетела. Хлестнула веткой соловью. Он потерял изрядно перьев, освобождаясь от смолы. Растоптана любовь, доверие, разочарованы мечты. Расправившись с жуком, цесарка купалась радостно в пыли. А соловью так было жалко своей поруганной любви. Совсем скоро Александр вновь отправится в зону проведения СВО. И пока священник будет помогать нашим бойцам за ленточкой, мы можем поддерживать парней своей верой и молитвами. Алиса Куличенко, Александр Серов, телекомпания НИКТВ, Обнинск. 19 лет достойного звучания. На этой неделе радио НИКФМ отпраздновало день рождения. 1 апреля, и это не шутка. Музыка, новости, тематические программы, признанные на всероссийском уровне. Контент, который создает дружная команда профессионалов, опираясь на интересы самого широкого круга слушателей. Свой день рождения радищики продолжали упорно трудиться с раннего утра, чтобы создавать хорошее настроение калужанам. Репортаж из эфирной студии подготовила Марина Нерсисян. А давайте тоже в Калуге такой туристический сбор введем. И тебе скидывай, да? Естественно, ребята, все мне. Мария Деринова знает, как начнешь свой день, так его и проведешь. Поэтому с утра только позитив, радость и много юмора. Причем все это нужно передать через голос, ведь слушатели тебя не видят. Поэтому даже в 7 утра ведущие утреннего шоу «Поехали» на НИКФМ всегда бодры и веселы. Мне кажется, неважно, видят тебя люди или не видят. Главное, тот посыл, который ты несешь, тот месседж. Вот радио НИКФМ – это такой особенный флюид, который мы раздаем на всю Калужскую область. Потому что НИКФМ – это про людей, да? Это про наш регион. И вот это, наверное, самое главное. Создать свое собственное радио на НИКФМ впервые попробовали еще в 2003-м. Выходили на столичной милицейской волне. Спустя два года началось полноценное вещание. Поначалу были только выпуски новостей и музыка, рассказывает начальник отдела радио Дмитрий Ченцов. Сегодня НИКФМ – это круглосуточный контент, в котором каждый служитель сможет найти что-то интересное для себя. У нас есть программа про фан, допустим, это Дима Кельвин делает. У нас есть и спортивная программа. У нас есть программа про экологию. У нас есть программа про урбанистику. У нас куча мелких программ, маленьких. Мы проводили кубок частушек. Такой подход оправдал себя. НИКФМ слышат в транспорте, дома и на работе. Постоянные слушатели звонят в эфир, рассказывают свои истории, делятся мнением или просто благодарят. Одна из самых популярных программ, конечно, новости. Анна Евсеева собирает новый выпуск каждый час. Главное – оперативность. Однако порой даже профессионализм ведущего бессилен перед капризами техники. Самое экстремальное, когда виснет компьютер, и ты сидишь, а выругаться нельзя же, да, говорить, что выругаться нельзя. А эмоции захватывают тебя, а нужно все это делать молча, политкорректно. И поэтому, конечно... Стрессовая работа, стрессовая. Бывает всякое, подтверждает Павел Селезнев, тоже опытный радиоведущий. Но все-таки чаще от работы получает искреннее удовольствие. Ведь в ушах непрерывно звучит прекрасная музыка. Редакторы НИКФМ очень избирательны. И к эфиру допускают только качественные песни. Чтобы была и красивая мелодия, и вразумительный текст. Это не однодневки. Вы у нас не услышите никогда, ну, какую-то такую проходную песню, которая вообще ни уму, ни сердцу. Это правда, их здесь нет. Здесь песни, создающие настроение. Потому что это очень важно. Музыка должна создавать рабочее, хорошее настроение. Вот сейчас играют Карен Рамирес, например, да? Вот она закончилась. А дальше будет Валера Сюткин. И вот тебе, пожалуйста, настроение, понимаешь, сразу, которое, ну, помогает жить. Которое делает жизнь ярче, делает жизнь легче, радостнее. Легче и радостнее жизнь своих служителей НИКФМ делает уже 19 лет. И планирует продолжать в том же духе. За эти годы было реализовано множество интересных проектов. Конкурсы, марафоны. Был даже установлен рекорд России. Самый продолжительный прямой эфир длиной 24 часа. Но главное достижение, конечно, это любовь и доверие слушателей. В следующем году у радио юбилей 20 лет. Так что отмечать будем все вместе. Марина Нерсисян, Виктор Степин, телекомпания НИКТВ. И на этом наш выпуск завершен. Это была программа неделя. Пусть следующая семидневка принесет только добрые вести. До свидания.